Заброшенное здание, полузабытый сквер. С такой проблемой к нам в редакцию обратился житель 10-го комплекса поселка ГЭС. Айдаров и Хруддиновы беспокоят судьба сквера, расположенного у бывшего здания судебных приставов. На место выехала наша съемочная группа. Айдаров и Хруддинов много лет живет в поселке ГЭС и очень переживает за судьбу местного сквера. По мнению мужчины, постройки хоть и поддерживают в приличном состоянии, но их давно пора обновить. Ухода требуют и деревья. Некоторые кустарники уже засохли. Кроме того, на площадке нет освещения. Поэтому вечерами этот сквер привлекает нежеланных гостей. Здесь часто встречаются лица, ведущие асоциальный образ жизни, то есть алкоголики, бывшие заключенные и так далее. Лица безопределённого места жительства. Вечером здесь невозможно пройти, поскольку часто бывают пьяные компании. Здесь же спят, здесь иногда дерутся и так далее. После переезда службы судебных приставов заброшенное здание стали называть Брестской крепостью. Оно стало местной достопримечательностью, а сквер около него превратился в ещё более удобное место для встреч. Ситуация усугубилась после того, как из здания переехала служба судебных приставов. Помещение оказалось никому не нужным, но очень привлекательным для сомнительных компаний, а также детей, которые посчитали его отличной площадкой для игр. Однако ситуация изменилась с началом лета. На первых этажах были заколочены окна и двери, а к самому зданию приставлена охрана. В программе «Челны-24» неоднократно выходили сюжеты о состоянии здания. Разбитые окна, открытые двери, непрошенные гости. Такая картина, по словам местных жителей, наблюдается больше года. Окна в первую очередь стали выбивать. Дети ломать. Пожар был, пожарники приезжали. Ну, всё было. Весной этого года здание перешло на баланс города. Сейчас ситуацию контролируют сотрудники отдела взаимодействия с организациями территории Комсомольского района. Их главная задача – ограничить в помещение доступ посторонних лиц. Поэтому на территории идёт ежедневное патрулирование. Оно продолжится до тех пор, пока у помещения не появится новый собственник. Его определят после аукциона. Пока же Бюро технической инвентаризации готовит оценку земельного участка.